привет зритель сегодня пятый день бытия я делаю круг почета последний в этом сезоне в этом году я думаю что здесь уже наверно скорее всего не поеду именно по круговой полноценно как может здесь учиться по дорожке и внезапно я вижу грибы мухоморы у нас там свет вырубили около четырех наверное да нет даже раньше короче сейчас около 4 5 час вырубили уже ну где-то часа два какого нету ничего надеюсь что хотя бы к 6 дадут потому что всем начинает темнеть уже будут как-то не очень весело вырубили по невонятной причине я тетя моя поехала пошла и и дед повез на обедичный автобус и я возвращаюсь хотела поставить чайник а раз и света то нема короче вот тут мухомор такой молоденький прям такой аппетитный до какого-нибудь лосика какие-то огромные допотопные грибы так я не очень разбираюсь никто не решила их не трогать я думала что-то путная перевернула сейчас какое-то странное ну возможно там любительница грибов из нашей деревни бы такое съела но я не знаю как бы я не настолько разбираюсь в грибах а вот здесь очень красиво я специально даже проехала обратно развернулась вот дверик поставила на подножку и сюда вот чтобы глянуть что это думала просто травинки ну то мухоморчики троица такая мало грибов хотя вот в играх там наша бабушка собирают грибки всякие там листик думаешь ему что какой-нибудь гриб вон там душкается мухоморчик у нас у полисадника вырос и за полисадником один большой другой малюсенький тетя мне сегодня показала я что-то вот на днях смотрела не было никого тот большой то может просто не заметила как ну и нос он так сразу вот доходишь полисадник и видишь его кажется в этом году красной рябины очень мало точнее вообще ее нету есть сортовая которую дедушка сажал еще у нашего деда двоюродного скажем так это и нет в общем нет рябины красный черный у нас дрозды или кто-то там укокошил я немного успела тогда собрать местами мне попадалась недозрелая но в чем насушила впервые в жизни заморозила небольшой контейнер и даже небольшой баночку варенья сварила по большей части пробила этим самым блендером ее ну и как бы у меня еще несколько немного насушена еще с прошлого года в смеси есть зато калийных много я сегодня еще вот может хочу две корзинки сняла потому что была корзинка с горкой корзинка уже полноценно надо будет разбирать шиповника немного пособирала так что принципе я считаю что удачно в этот раз приехала правда тут был дождик текла крыша я такая расстроена была мне еще печка один день не топилась но вчера соседка помогла растопить сегодня тетя с утра хорошо так натопила что думаю даже до следующего утра нормально будет все тепло дома я сначала думала может в пятницу уехать но сейчас я изначально там планировали приехать в пятницу на машине в гости съездить к родственникам мои родственники машину оставить у дома и в субботу уже вместе с ними уехать вместе с вещами но непонятно еще как там 7 пятниц на неделе и куча всяких дел и планов не всегда сочетающиеся с моими планами точнее 19 процентов но 9 10 что не сочетаются они и может быть я воскресенье уеду если человек приедет то вместе с ним с ней как бы попова дни просто человека будут провожать на машине соответственно одет но и меня заодно прихватит а так еще думала изначально до вторника остаться потому что если верить яндексу то понедельник-торник типа хорошая погода хотя вот соседка другая выслушала вчера по радио что выходные должны быть какие-то супер теплые до сентября и вот ну типа как бы конец такого коровского бабьего лета немного тепла будет и как бы все они конец недели нормальный чем не знаю пока как но я сюда приехала даже все компьютер не включала как-то не до этого было то барбарис разбирала ту шиповник то карину то еще чего-нибудь не знаю буду еще чуть-чуть не снимать или нет делала все на всякий случай хоть фотик в смысле видеокамеру думаю что может что интересно потому что как-то ехала в прошлый раз еще в степановой мне попалась а вообще сова но у меня с собой не было камера телефон доставать мне было как-то ну неудобно и сова конечно не запечатлилась а мы друг друга с ней испугались а но я периодически эту сову тут вижу ну конечно может это не то и не определенно одна и та же сова но как бы сова какая-то фигня у меня тут попала не получилось мне в этом году подойти к этой башне на напорной но есть уже улетели я еще не доехал до того места где шиповник но возможно что как бы до меня его кто-нибудь успел собрать но очень надеюсь что нет том что он где-то вот с этой стороны был главное чтоб он не очень сильно замаскировался моя тень буквально на днях думала цветет ли его и вообще какие у нее плоды но его она живет то как тут называют ее и внезапно вот под самым носом буквально у фермы только вот это в сторону как где-то ли в обход ехать там ферма я подошла к ней сорвала сначала так с опаской думаю чуть такой что она какая-нибудь больная а это такие плодики пушистые вот так вот внезапно цветет его ну смысле плодоносит мне мечта такая была ну когда еще в начале года этого узнала может быть даже в конце того прочитала еще с подруги говорила надо надо сделать так сейчас видимо может быть еще со времен какой-то как вызвать эти санкции поперлись в рашке ну типа все там против россии или нацелена она на внутренние производства то все это до 10 стала популярна вся такая такая хрень которая в принципе всегда была только впоследствии как-то забылась может быть советском союзе даже полный себе еще культивировалась подушки наполненные пухом всяких растений том числе допустим крепки при них и вот тут тоже пух на продам дороге тут пыль на весь по большей части и я собирала пушинки мешочек в прошлый приезд но конечно это надо много пушинок плюс были дожи надо в сухую погоду и немножко такой надо приличное количество теле буду знать что на следующий год надо вот не ждать когда там уже много всяких пушинок будет созреть там всякое растение пух выдающие а как вот только начнет там что-то созревать так сразу в смысле появился пуху собирать у меня в каком на году еще при бабушке собирал эти пушинки мне эти кисточки лежат забыла растение как называется но похоже короче на расторопшу и только расторопша не дает таких пушинок а вот похоже поменьше чем расторопша бутончики такие они потом становятся пушинками кисточками такими действующие иногда ими рисовали вот мочили в краску сували короче у меня таких пушинок собрано там не знаю может 2008 года с прессованный такой пакетик думала их вместо ватных дисков использовать эксперименты ради вот думаю что наверное эти как раз пушинки их мало то их использовать вместо ватных дисков когда допустим ватные диски закончатся вот надо по зарез но бывает такое допустим поздно вечером приспичило ватный диск а ватного диска нету поздно вечером никуда же не пойдешь уже все закрыто даже если не закрыто тоже как-то никак а тут он внезапно его которая цветет вообще по моему первая такая его цветущая почему я раньше не не замечала ли она только в этом году стала цвести все мне я как-то проехал на велике увидел ну чё такое мы в следующий раз поеду специально и остановлюсь и посмотрю в принципе из-за этого я сейчас камеру и достала вот так зритель светил ты его есть просто на велике сижу как бы поэтому приближаю похоже еще до таких мокрых птичек которые под дождик попали на воробушку в каких-нибудь интересное вообще на самом деле она где-то вот такой вот объемом вот такие дела сейчас около пяти вечера может без двух а может даже уже пять